Музыка Человек прошел в кинотеатр, сел в кресло, отсидел полтора часа, дай бог, если полтора часа, не два, не три, и этими полутора часами заплатил за свидание, встречу с нашей с вами работой. Полутора часами единственной неповторимой жизни своей. Вот он полтора часа своей жизни обменял на ваше, мое, наше произведение. Вот какова цена. Мы подумаем, какая ответственность лежит на человеке, создавающем визуальное произведение. Какая ответственность, поскольку все же кино существует во времени, это главный его порог. Недостаток, порог. Мне кажется, у режиссера обязательно должно быть мировоззрение. Не просто взгляды, не просто какие-то случайные обрывочные знания, а мировоззрение. Потому что без мировоззрения художественного автора нет. Мировоззрение необходимо. Почему я выбираю для определенных тем инструмент документальный, а для других тем инструмент игровой? Потому что на определенном этапе, когда идея сформировалась, я хорошо осознаю, что с наибольшей глубиной задуманное можно выполнить только документальными средствами. Если я понимаю, что задуманное с наибольшей глубиной и разнообразием можно осуществить игровыми средствами, я делаю игровую картину. И это критерий. Мне просто кажется, что наша деятельность с вами опасна очень. Потому что работа с визуальностью, создание визуального произведения – это опасный и противоречивый акт. Если визуальное изображение наносит какой-то урон, если от визуального изображения возникает рана, то она не заживает. Это рана, которая не заживает. Она существует вечно внутри человека. Весь мир и внутрь себя, и наружу. Это у животного агрессивность имеет строго направленный вектор, а у людей она, к сожалению, не имеет границ. Видите, даже существует произведение искусства, которое основано на акцентации и на, условно говоря, на эксплуатации эксплуатации вот этого вот вопиющего, совершенно безобразного, чудовищного, агрессивного человеческого состояния. Возводной апельсин. Посмотрите картины еще раз. Видите, большинство тех, кто смотрели, картина называет это произведением искусства, правда? Что делать, если вдруг автор влюбляется в агрессию? Он влюбляется. Пусть он с этой влюбленностью останется один на один. Что делать человечеству с этой проблемой? А потом мы начинаем обижаться на то, что рушатся в Нью-Йорке дома, там, и так далее. Возникает новая какая-то совершенно невиданных масштабов агрессивности. Это я о том, что в художественном занятии, вообще в художественной профессии из 100 случаев 90 ответ нет, нельзя. У художественного автора гораздо больше запретов, чем того, что он может делать. Я в этом уверен. Мне кажется, что если художественный автор, режиссер, живет вне канона, он опасный человек для цивилизации и для людей. Если он предполагает, что у него свобода безгранична, он опасный человек. Когда вы поймете, что это вам нельзя, это вам нельзя, это вам нельзя, вы моментально поймете, а что вы хотите по-настоящему. Тогда вы создадите произведение, на самом деле. Потому что вы войдете именно в ту дверь, в которую, единственное, в которую надо войти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...